И в эфире программа «Свободное мнение», авторская программа «Свободное мнение» Юрия Гимельфарба. Юрий, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. У нас, как всегда, очень интересный гость. Я его с удовольствием представлю, но вначале, друзья, если позволите, одна небольшая реплика. Как известно, 26 марта почти в 100 городах России состоялись массовые митинги протеста против коррупции. Но вот я хочу задать один вопрос. Вот что такое коррупция? Нет, не в плане того, что означает это слово, а как это явление работает. Так вот, сегодня у нас в гостях человек, который на своем опыте ощутил, что коррупция – это не просто взятка. Мой сегодняшний собеседник на своем опыте узнал, как российская коррупция уничтожает людей и как она ломает судьбы. Итак, у нас в гостях мой друг, гениальный программист, бизнесмен, политический беженец Алексей Шматко. Здравствуйте, Алексей. Добрый день, Юрий. Добрый день слушателям Чикаго. Очень-очень-очень рад. К сожалению, я не был в Чикаго, но я думаю, что у вас город один из самых лучших в США. Отлично. Итак, Алексей, расскажите, пожалуйста, как лично вы столкнулись с российской коррупцией и чем это для вас лично обернулось? Ну, я хочу начать с чего, что я достаточно молодой человек, мне всего 40 лет, я в 99-м году закончил университет и после этого попал на работу в Газпром. Работал в Газпроме некоторое время, 7 лет, я основал собственную ферму, не надо пугаться, я работал в Газпроме не чиновником, не распределал бюджеты, я был простым метрологом, занимался учетом газа, скажем так, наукой. После этого я организовал, после ухода из Газпрома я организовал собственную ферму, которая занималась газификацией, газоснабжением, проектированием. И очень быстро столкнулся с тем, что в России все крупные фермы, а мы за 3 года, буквально 2007 года по 2010 год, выросли очень значительно. В регионе, где я работала, Пензенская область, мы достигли за 3 года оборота 80 миллионов долларов годового, то есть это значительные деньги. И мы моментально попали в поле зрения правоограницных органов. Так как этот объем был крупный, меня сразу же вызвали на беседу в местной ФСБ. Со мной лично беседовал замначальника местного ФСБ. И он сделал мне такое предложение, как знаете, в знаменитом фильме, от которого я не должен был бы отказаться. Он мне предложил устроить на работу замом основного сотрудника ФСБ и платить им дань. То есть они требовали перевода на себя половины компаний. Собственно, я начал сопротивляться, началась борьба, и я оказался через некоторое время, через год, я оказался в Финденском СИЗО, куда я попал по фабрикованному уголовному делу, я в своем блоге много о этом писал, то есть дело просто фабрикованное. У меня есть алиби, у меня... То есть события, которые произошли в России, я во время этого события был просто за границей, там есть отметки в паспорте. Собственно, все части документа находятся в материалах моего дела об убежище в Британии. И, собственно, мы сейчас ожидаем решения по нашему убежищу. Алексей, простите, вот я перебью вас, но вы заявили об откровенном вымогательстве страны сотрудников ФСБ. Ну, я не знаю, вы обращались в суд, я не знаю, в какие-то правоохранительные органы. Вы жаловались или как? Смотрите, изначально сотрудники ФСБ меня арестовали, но мы проводили, собственно, расследование. Собственно, как знаете, это начать война, они пытаются нас наказать, мы пытаемся противодействовать. И мы раскопали в результате большую сеть махинаций, большую сеть коррупционной, где были включены сотрудники ФСБ, сотрудники налоговой инспекции, которые похищали гигантские деньги из бюджета. Там были депутаты и другие официальные лица. И мы, точнее я, я один против них всех, написал заявление в полицию. К счастью, нашелся один из оперативников, более-менее честный, пензенской полиции, и в итоге это дело было возбуждено. В итоге я оказался свидетелем по делу, и я даже попал в программу защиты свидетелей вместе с своей семьей, когда дело было возбуждено против сотрудников налоговой инспекции, ФСБ и так далее. Но в конечном итоге дело передали из полиции в Следственное комитет Российской Федерации, а Следственный комитет очень близко сотрудничает с ФСБ. В итоге они попытались меня сделать козлом отпущение, и я был вынужден бежать из России и попросить убежище в Великобритании. Так, то есть вы сейчас на территории Великобритании в безопасности. То есть вас можно поздравить с тем, что для вас и для вашей семьи все закончилось? Я правильно понимаю? Знаете, с одной стороны да, с другой стороны нет. С одной стороны, конечно, мы находимся в Великобритании в безопасности, мы попросили статус беженцев, и как бы все идет по плану. Но с другой стороны, Российская Федерация и Российская Генпрокуратура подали запрос на мою экстрадицию в Россию, и сейчас, собственно, в конце февраля, в начале марта прошли слушания в Вестминстерском магистратском суде о моей экстрадиции. Вот, собственно, мы сейчас ждем решения, и, соответственно, без решения моей экстрадиции британский хоум офис не выносит решения о моем политическом убежище. Собственно, судья сказала, что до 10 июля мы должны получить решение, я думаю, все-таки с большой вероятностью, об отказе Российской Федерации в экстрадиции менять. — То есть, а вам как? Вам угрожали или что? Вот в вашей семье... У вас же семья осталась, насколько мне известно, на территории России? — Было все в нескольких этапах. Изначально я уехал один, жена приехала ко мне только полтора года тому назад. И когда она находилась там, я отдал большое интервью радио «Свободы», рассказал о этой коррупции, и мне и моей жене, моему ребенку, который тогда жил и ходил в школу в России, поступали угрозы. — Ребенку? Простите, я не ослышался? — Да, сотрудники ФСБ приходили в школу и проверяли, ну, скажем, знаете, их волновало, опрятно ли она одета, хорошо ли занимается, вот эта вся история. А так как у меня дочка была старостой класса, отличницей круглой, и такая она очень умница, классная папа сразу рассказала моей жене о том, что приходили сотрудники в штатском и запугивали ребенка. И после этого мы решили, что надо срочно выезжать и жене тоже, и, соответственно, через некоторое время мы взяли билет, и жена улетела тоже в Британию. — А у вас остались родственники в России сейчас? — Да, сейчас у меня остался единственный отец. К сожалению, моя мама умерла, и я даже не смог приехать из-за границы на ее похороны. Вот. И у папе поступают тоже угрозы, вот буквально последние угрозы поступали только недавно, это же в конце марта этого года. То есть папе приходили сотрудники ФСБ, им просто угрожали, требовали, чтобы я закрыл рот, даже на территории Британии не рассказывал о коррупции, которая сейчас творится в России. — Помилуйте, а сколько лет вашему отцу? — Моему отцу 69 лет, будет 70 лет в этом году. — По-божему! И 70-летнему старику угрожали? — Да, да, то есть абсолютно не гнушаются ничем. Причем это уже не первый раз ему угрожали, его несколько раз забирали, знаете, с улицы просто грузили в машину, сотрудники без опознавательных знаков, не в полицейскую машину, просто обычную машину грузили, отвозили, пугали. И вот это было несколько раз, это последний раз был не первый. — Но ему какие-то документы предъявляли, что на допрос или что? Вы понимаете, я сейчас сижу просто в шоке, я вас слушаю. — Знаете, они привозили, вот несколько раз они привозили его в полицейский участок, и в полицейском участке ну просто запугивали, да, а последний раз они просто подошли около дома, и около дома там, ну, на лестничной клетке, и они его запугивали, требовали, чтобы я закрыл рот и не говорил больше никакой гадости, как они говорят по поводу президента и российской власти. — Боже мой. Ну, Алексей, тогда у меня неизбежный вопрос. Вот, как известно, вы не только бизнесмен, вы не только гениальный программист, но вы еще и блогер, и причем блогер достаточно известный, и вы публикуетесь в различных изданиях, и причем в своих публикациях, интервью, я просто вспомню ваши публикации, но вы не раз называли конкретные фамилии, а вот вам лично продолжают поступать угрозы? Ну, как говорится, интернет-то это пространство без границ. — Смотрите, был действительно факт, когда мне поступали угрозы через социальные сети, да, это было такое, знаете, вот даже немножко смешно выглядело, когда мне, вот многие мало выставляют, например, в Америке, да, что есть такая должность в России, есть у каждого губернатора, есть помощник, начальник отдела, который занимается внутренней политикой, ну, знаете, Мини Сурков, Мини, там, Володин, Мини, там, сейчас Кириенко, да, в каждом регионе. И вот лично вот этот начальник отдела управления Пенецкой области по внутренней политике лично в Фейсбуке, все данные заскрининные, все есть, он лично угрожал моей жене в Фейсбуке. То есть вот это зафиксировано, до сих пор эти угрозы остались. И, соответственно, я делал публикацию. То есть это вот просто люди в наглую, публично угрожают расправой, там, жене, мне, ребенку. — Алексей, я вынужден уточнить, простите, вы сказали, человек не скрывался, я правильно вас понял, то есть это открыто, вот человек, конкретный чиновник? — Да, конечно, его страничка в Фейсбуке. — И он не скрывался? — Что? — И он не скрывался? — Нет, то есть именно с его аккаунта, да, он публиковал угрозы. Я их все застринял, и до сих пор все это осталось в интернете, то есть мы все это приложили к делу о прошении о политическом убежище, конечно. — Знаете, это ужас какой-то, то есть это когда чиновник угрожает человеку и членам его семьи, но это, знаете, это уже беспредел какой-то. И вот, друзья мои, вот я как раз хочу на этом заострить внимание, ведь понимаете, в чем дело? Вот это тот самый случай, когда коррупция — это не просто взятка. Ну, взятку можно дать, можно взять, там дал гаишнику сколько-то и так далее. Но вот это вот, пример Алексея, вот сейчас, это тот самый случай, когда человека просто элементарно, конкретно уничтожают, причем не только его, уничтожают его близких, пытаются уничтожить его семью. Вот это тот самый случай. Это то, о чем мы с вами неоднократно в прошлое время говорили. Ну, теперь, Алексей, у меня вопрос о наших внутрироссийских делах. Вот скажите, в настоящее время Росгвардия, как известно, наделена правом стрелять по толпе на поражение, в том числе и по беременным женщинам. А недавно в Госдум был внесен законопроект, согласно которому аналогичными правами, ну, то есть стрельба на поражение по толпе планируется наделить полицию. Ну, примут, не примут, не знаю. У меня к вам два вопроса. Первое. Зачем органам правопорядка в России такие беспрецедентные полномочия? И второе. На ваш взгляд, что будет, если этим правом воспользоваться? Ну, казалось бы, при тотальной поддержке Путина, там, 90-86% по разным данным, казалось бы, зачем Путин это делать, когда большинство людей его поддерживает, подавляющее большинство. Но, как мне известно, ФАПСИ в свое время и там сейчас, наверное, служба ФСО делает специальные опросы. И, скорее всего, Путин прекрасно понимает, что, на самом деле, эта поддержка, она достаточно такая аховая и пшиковая, потому что люди формально поддерживают его на словах, а на деле они, конечно же, в случае какой-то заварушки они не будут его поддерживать, а просто будут инертной массой. А вот те люди, которые выходили на митинги в России, их хоть меньшинство, но оно активное, оно молодое, оно привлекательное. И Путин, конечно, готовится к беспорядкам. Он, конечно, готовится к беспорядкам и очень серьезно готовится. Мы видели, как они закупают гранатометы, как они закупают огнеметы, как они тренируют, проводят тренировки по разгону пенсионеров. Это говорит о том, что Путин прекрасно понимает. Давайте не будем унижать Путина совсем. Он, конечно, не глупый человек. Он прекрасно понимает, что вся эта поддержка, как учил шестку 90%, она может закончиться за пару дней, активное противостояние. Я вижу, вот именно в этом вижу путинский страх перед своим народом. Но я уточнить хочу, вот, в зависимости, дело вот в чем. Смотрите, ведь во всем мире разработаны методы бескровного разгона демонстрации. Водометы там, я не знаю, шумовые гранаты. Почему стрелять? Зачем нужна кровь? Понимаете, в чем дело? Владимир Путин – это сотрудник КГБ. К сожалению, да, они ничего другого не умеют, как проводить спецоперации, устранять людей, в том числе в Лондоне, в других местах. Но это такая привычка, то есть люди не могут выйти за рамки своего мировосприятия. Понятно. Они делают все, что умеют. Ясно. Хорошо. Алексей, тогда давайте мы обсудим вашу любимую тему информационной технологии. Как известно, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить подросткам до 14 лет пользоваться социальными сетями, ввести обязательную регистрацию в соцсетях по паспорту, а также запретить гражданину иметь более одного аккаунта в соцсети. Ну и так далее. За нарушение будет большой АЕЕ. Вот на ваш взгляд, как с одной стороны отреагирует на эту инициативу общество и достигнет ли в своей цели инициативу Виталия Милонова? Ну или сработает эффект с рейзом? Как вы думаете? Интернет – это такая штука, которая создана изначально не централизованной. Интернет развивался, у него были много-много центров, которые передают информацию, распределяют эту информацию. Ну безусловно, хост-машина, да. Да, это такая большая машина распределения информации, которая не имеет определенного центра. И господин Милонов не понимает, о чем говорит. То есть вот если он сейчас попытается, скажем, ввести законы ограничить какие-то там соцсети, да, и там не пускать людей по каким-то причинам или закрывать какие-то доступы к каким-то сайтам, да, то есть масса-масса обходов этих решений. Есть VPN, есть там, ну я не знаю, там поддельные документы, там, ну масса вопросов, да, там, которые, с которыми эти люди их смогут обойти, да. И он даже не понимает, сколько, ну как бы, насколько вот эта мысль, вот эта умного человека, ну как бы, продвинутого человечества, насколько она идет впереди вот этих милоновских инициатив, да. То есть есть там группы, там, значит, в мессенджерах, там, как, например, телеграмм или ватсап, да. То есть есть закрытые группы, да. То есть абсолютно никогда не сможет господин Милонов и любые органы контролирующие контролировать интернет. Это абсолютно невозможно, потому что он децентрализованный. То есть есть там, например, мало кто знает, но есть такие системы, которые позволяют общаться в интернете даже без интернета, когда телефоны по, значит, ну как бы, по, значит, по блютузу объединяются во время массовых мероприятий в большие, значит, большие сети, и когда отключают интернет, но люди могут общаться без наличия интернета с помощью своих, значит, смартфонов. Вот. И у Милонова большое заблуждение. Он думает, что чем больше, если тотально всех читать, тотально все записывать, да, вот этот пакет мировой там и так далее, они уверены, что они будут больше знать. На самом деле это заблуждение. Чем больше они читают, чем больше они записывают, тем меньше они на самом деле знают. Потому что, значит, для выявления там террористов, для выявления там преступников, да, нужны локальные действия. А когда ты записываешь много всего, да, и тем более все в интернете, то найти, значит, он как вот эту иголку с тоги стены, значит, все труднее и труднее. Чем больше записываешь, тем меньше ты знаешь. Как бы это ни странно звучало. И я бы господину Милонову порекомендовал заняться каким-нибудь более полезным делом. Например, улучшить инновационный климат в России, отменить многие там глупые законы, не просто глупые, а преступные законы, которые они приняли, по поводу, я просто не говорю, закон Димы Яковлева, да, или там другие законы, ограничивающие свободу просто человека. Ну, хорошо. Тогда еще, Алексей, еще к вам вопрос, как к IT-специалистам. Ну, вот именно на ту же тему. Ну, вот сейчас в России разработана компьютерная программа. Я заранее прошу прощения, дорогих жителей Чикаго, я не шучу, я говорю чистую правду. Генерирующие доносы по экстремистским и террористическим статьям Уголовного кодекса на основании поисковых запросов. Ну, вот, ну, понимаете, интернет стал часть нашей жизни. Без интернета невозможно. Не то, что частная жизнь, но и бизнес. Ну, это можно долго рассуждать, но у меня, вот, Алексей, у меня к вам вопрос. Вот, как вы считаете, удастся ли у Кремля в итоге накинуть намордник на интернет без катастрофических ущербов для себя? Это вообще реально или нет? Тут такая палка о двух концах. С одной стороны, зажимая интернет, вы правильно отметили, да, они зажимают бизнес, который сейчас, ну, просто развивается в интернете там гигантскими темпами. Вот. А с другой стороны, я их прекрасно... А с другой стороны, они занимаются рекламой, да, вы правильно сказали, а вы эффекты стрейзом, да? То есть, когда они начинают зажимать интернет, люди, многие начинают использовать, там, VPN-ы, другие, анонимайзеры. Если люди до этого ими не пользовались, им пользовались специалисты, да, там, ну, то есть, какие-то там ограниченные, то сейчас, в принципе, каждый подросток научился ими пользоваться и спокойно может обходить все эти запреты, которые там в России генерят, там, вот. То есть, это такая борьба, значит, с витринными мельницами. Да я вам больше скажу, вон, я перед нашей беседой просто сделал элементарный запрос в Гугле. Я набрал поисковый запрос. Анонимный доступ в интернет. мне выдало 571 тысячу страниц на русском языке. И могло бы выдать еще больше. Если бы я набрал бы на английском языке. Да. Вот. А они не понимают, а самое главное не понимают, да, что интернет, ну, как бы, это не какая-то, вот, как они в России преподносят, это какая-то злобная, там, придумка ЦРУ, которая, там, создана против России. Это объективная реальность, да. То есть, кроме интернета появились самолеты, которые летают, да, там, ну, там, условно, телефоны мобильные, там, и так далее. Да, то есть, человечество шагнуло настолько вперед, и уже этого джина нельзя вздохнуть опять в бутылку. Ну, то есть, мир поменялся, ну, совершенно до незнаваемости. Вот. И это реальность, которая, ну, к сожалению, либо ты с ней смиряешься, либо она тебя побеждает. Понятно. Алексей, теперь вопрос немножко на другую тему. Ну, вы же не только российский гражданин, но сейчас живете в Соединенном Калиевстве, и я не могу не задать вам вопрос о вчерашнем, как бы это помягче выразиться, в выступлении российского дипломата Владимира Сафроненкова в адрес посла Великобритании в ООН сэра Мэтью Рейкрофта. В этом выступлении были, скажем так, своеобразные выражения, которые не свойственны дипломатам, а, напротив, они приняты в несколько иной среде. Ну, у тех, кто, ну, а я, опять же, выражусь деликатно, не совсем в ладах с уголовным кодексом. Ну, вы меня поняли. Вы это можете как-то прокомментировать? Да, Юрий, я вчера с ужасом для себя обнаружил вот эту запись, да, вот, так с позволениями называть вот этого человека дипломатом, да? Ну, вы меня поняли, я вот тут вот уже так изгалялся, так пытался деликатно сказать. Да, вот, к сожалению, да, ну, как сказать, точнее, к счастью, я живу в Британии, да, и, с одной стороны, я очень люблю Британию за то, что она меня милостиво приняла и помогает мне оформить статус беженца, и я понимаю, как работают чиновники здесь и как вообще отношение к людям, к миру, там, к беженцам, к войне, там, ко всему, да? Да, причем могу сказать, что зачастую, вот, они считают, что в Британии есть какая-то русофобия, да, но это, ну, как бы смешно, британцы отлично относятся к русским, я много раз на себе это, ну, как бы видел, да? И когда я вижу, что Россия, официальный представитель России при ООН, ну, ведет себя, как, я не знаю, как, извиняюсь, взорвальник, глопник, да, там, на какой-то разборке, да, там, не хватает только семечек, да, и пива в бутылке для вот этого, для решения образа, и кепки, может быть, такой-нибудь, там, вот. И костюмы Азидас. Да, 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 совершенно точно. И когда я вижу, что вот этот, там, не знаю, как назвать его, вот этот вот субъект, да, от имени моей страны, которой я гражданин, да, рассказывает моей стране, которая сейчас меня приняла, да, так милостиво, рассказывает о таких выражениях, вот, собственно, то, что дипломат, то, что работа дипломата должна заключаться в чем? А сглаживать конфликты, да, а работа дипломата заключается в том, чтобы пытаться вежливо, как бы, объяснять свою позицию. И дипломатическая работа, это же, ну, не просто работа, да, то есть, там, есть специальный этикет, протокол, да, там, там, не зря это, знаете, там, кому нужно подойти пожать руку, кому нужно подойти поцеловать руку, там, и так далее. Это очень такая серьезная вещь, вот, а когда здесь, ну, просто, там, гопота с двора пришла и оскорбляет, там, ну, просто в зале ООН в Нью-Йорке, там, вот в этом замечательном зале, да, на весь мир публично, ну, это вызывает настолько, там, негативные и неприятные чувства. Ну, просто мне, вот, как человеку, просто стыдно за мою родину и, как бы, жаль, что я потом буду, как, конечно, британцы не скажут мне, что вот ты из России, у тебя такой там представитель, но, к сожалению, может быть, некоторые подумают. Да, вы понимаете, Алексей, дело в том, что я, конечно, допускаю, что я плохо знаю историю дипломатии, но я не припомню подобных, вот, прецедентов, чтобы дипломат так выражался. Да, Никит Хрущев стучал ботинком по трибуне ООН, но Хрущев не был дипломатом. А это профессиональный дипломат, и я вот и так, и сяк, я пытался деликатно изложить проблему, потому что, понимаете, изложить это нормальным языком, ну, невозможно. Это действительно, вот вы сказали, это какой-то гопник, это что-то ужасное было. Собственно, о чем речь, да, о том, что вот дипломат, да, его работа, да, его работа заключается в том, чтобы корректно, спокойно, взвешенно доносить позицию своей страны до других стран в этой чудесной организации и в этом чудесном зале. И, собственно, по большому счету человек с своей работой не справился. То есть он то ли может быть какой-то психологический срыв, я не знаю, может быть, что-то, но это просто позор для России, просто позор. И вот у нас уже есть первый звонок. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Да, добрый день. Я недавно прочитал в одном блоге такую информацию. Россия управляет несколько мафиозных кланов. И Путин является такой выставочной фигурой. То есть весовой фигурой достаточно, но не единственным правилителем. И все свои действия он обязан согласовывать с остальными руководителями остальных кланов. Вот насколько, что вы думаете по этому поводу? Спасибо за вопрос. Знаете, это очень такой сложный вопрос, хотя, с одной стороны, похоже на теорию заговора. На самом деле сотрудники КГБ, которым является Путин, никому не секрет, они контролировали криминальную структуру еще 30-х годов. И все эти, знаете, вот эти фени и понятия, это, ну, как бы, были, ну, как бы, вот эти воры в законе, они были фактически сгенерированы, значит, НКВД, КГБ для управления вот этими большими лагерными зонами, которые, как бы, так сказать, ну, это было средство самоуправления. И, знаете, какое-то время, я думаю, это, по моему мнению, КГБ, знаете, срослось так медленно с этими преступными организациями, которые они же сами создали. И кто кем сейчас управляет, это очень сложно судить. Как бы, я тут, наверное, воздержу сейчас комментарии. Кто из них главный, я не могу сказать. Нет, вот, как сказать, внутренней информации. Если позвольте, я скажу, но я здесь буду неоригинален. Эту мысль в свое время высказывал неоднократно Андрей Андреевич Пианковский, который говорил, что нет Кремля, есть башни Кремля. И, соответственно, есть разные кланы, есть разные интересы. В том числе, прежде всего, экономические интересы. Ну, пожалуйста, есть группа Игоря Сечина. Это очевидно. Есть группа Сергея Иванова. Тоже очевидно. Есть группа Ротенбергов, Ковальчуков и так далее. Тоже очевидно. И вот, понимаете, проблема-то вся России в том, что рано или поздно эти группы, эти башни Кремля, вот условно давайте назовем, они входят в противоречие друг с другом. И они, вот, трагедия нашего времени, они уже вошли в противоречие. И вот события, именно 26 марта, они стали сигналом и знаком, ну, симулякром, если угодно. Вот именно этого события. Дали на растерзание самую слабую и ничтожную фигуру. И как дальше будут развиваться события, неизвестно. Потому что, ну, мы все учились в школах, в университетах, мы знаем классический признак революционной ситуации. Это давление снизу и раскол элит. Так вот, я опять же, вы поймите, друзья мои, это я не свои мысли излагаю. Это, собственно, я повторяю то, что говорил Андрей Андреевич Пионковский. Сейчас мы наблюдаем классический пример раскола элит. Как дальше будет развиваться ситуация в России, никто не знает. И никто вам этого не скажет. Что дальше будет, неизвестно. Но проблема в том, что тут возможна ситуация именно вот «Черного лебедя». Событие, которое никто не может предсказать и которое может наступить неожиданно. Не исключаю, не исключаю, кстати говоря, что таким событием может стать вот эта вот сирийская ситуация с бомбардировкой, с химической бомбардировкой. Тут это тоже исключать нельзя. Но прогнозы давать в этой ситуации, ну, дело неблагодарное. Юрий, огромное вам спасибо за ваш ответ. И спасибо огромное Алексею за ответ. Я хочу напомнить телефон прямого эфира. 847-400-5200-400-5200. Дорогие радиослушатели, звоните нам. Задавайте вопрос Юрию Гимрифару и нашему гостю Алексею Шматко. А, Юрий, у меня такой вопрос. В определении революционной ситуации там еще фигурировал третий пункт наличия партии, которая может возглавить борьбу. Я прошу прощения, я снимаю свой вопрос, потому что у нас есть телефонный звонок. Хорошо. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Алло. Говорите, мы вас слушаем. Алло. Ну, к сожалению, радиослушатель не смог задать вопрос, поэтому возвращаемся к тому вопросу, который я вам задал. Есть ли такая сила, которая определяет революционную ситуацию? Третий пункт наличия силы, которая способна возглавить борьбу и возглавить... Дмитрий, при всем уважении, в отношении партий, если мы будем ориентироваться на учение гения революции Ленина, то партия – это не есть определение революционной ситуации. Ленин определял революционную ситуацию, как верхи не могут, не за них хотят. Но это очень узкое определение, на самом деле, реальное определение революционной ситуации – это давление снизу и раскол элит. Давления снизу в настоящее время в России нет. Тут я с Алексеем полностью согласен, что общество раздроблено, общество дезориентировано. И вот именно чекисты сделали все для того, чтобы атомизировать общество. Но в элитах зреет раскол. Почему? Тут причин несколько. Во-первых, давайте мы не будем забывать, что капиталы элиты находятся не в России. Как бы мы не относились к Сталину, как бы мы его не кастерили, и совершенно справедливо кастерили, но ни Сталин, ни его элита не хранили свои капиталы на Западе. Они не учили своих детей на Западе. У них не было там недвижимости, у них там не было семей. Здесь сейчас все наоборот. И поэтому, когда Збигни Бжезинский ехидно заметил, вы еще разберите, я чуть ли не дословно цитирую, вы еще разберите, чья эта элита, ваша или наша. Это действительно так. Раскол в элитах существует. Потому что санкции Запада, они очень болезненно ударили. Именно по элитам. У нас звонок. Здравствуйте. Вы переговорите. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вы верите, что в России может быть когда-нибудь демократия? Ее нет, не было и никогда не будет. Учите русскую историю. Чем кончаются все революции в России? Очень хороший вопрос. Я возьму сейчас в свои руки браздоправление. С удовольствием. Смотрите, на самом деле, с одной стороны, да, мы видим русскую историю и не видим ни демократии. Но с другой стороны, посмотрите русскую историю глубже, увидите демократию Новгорода, Пскова, Новгородская Веча и так далее. Тогда давно демократия зарождалась наравне с британским парламентом и так далее. Но, к сожалению, абсолютизм погубил демократию. В Британии абсолютизмом победили с помощью парламента. И, по большому счету, я живя в Британии, я прекрасно понимаю, я сейчас стал понимать, что русский народ на самом деле не какой-то ущербный. Скажем так, не русский народ, а народы, населяющие Россию. Это не ущербные народы. Мы вполне, приезжая на Запад, становимся такими же. Мы ходим на зеленый свет, на красный не идем. Мы выполняем законы, мы платим налоги, мы создаем что-то новое. Я не считаю, что в России невозможна демократия. Вопрос в том, что в России удобно властям сейчас, удобно, чтобы демократии не было. Все-таки русский народ, я верю, что он будет жить по демократии. И, может быть, это будет не при нашей жизни, но я надеюсь, что это будет. Я хочу добавить вот что. В России, отвечая на вопрос нашего уважаемого радиослушателя, в России, безусловно, возможно демократия. Проблема здесь в другом. Проблема в том, что любой народ, который поставлен в условиях отсутствия выбора, в условиях единственного возможного вектора, пойдет в этом векторе. Ну, простой вам пример. Немцы. Германия. Страна с величайшей историей. Как там мог случиться гитлеризм? Япония. Страна с такими великолепными традициями. Как там могло случиться вот то, что случилось в 40-е годы? Это любая страна. Да, господи, ну что мне ходить за примером? Ну, вот посмотрите на Корею. Южная Корея и Северная Корея – один народ. И вот... Юрий, давайте я примем звонок еще раз. Давайте. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. У меня есть другой вопрос. Предыдущий слушательный вопрос, возможно ли демократия в России. У меня по-другому хочу поставить вопрос. Если, вот так скажем, возможно демократия, принесет ли она процветание. И к тому же, ведь дело, почему процветание государства, я сразу не с демократией, а с существованием правового государства, в котором жестко исполняются законы и преступления наказываются. Так вот, возможно ли Россия действительно правовое государство в таком понимании? Спасибо за ответ, я послушаю морально. Это очень хороший вопрос. И вот тут же я сразу вам хочу возразить, что невозможно правовое государство без демократии, без конкуренции в парламенте, когда парламент является местом для дискуссии, когда обсуждаются различные противоположные мнения, обсуждаются, когда люди в парламенте спорят, когда идет дискуссия. И только тогда возможна демократия и правовое государство. Только после того, как есть демократия, может быть правовое государство. К сожалению, наше время истекло. Алексей, спасибо вам огромнейшее за потрясающую беседу, за истинное доставленное удовольствие. Друзья, спасибо вам за потрясающие вопросы. Но напоминаю, выводы делать только вам. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова